Черная комедия известного американского драматурга Дона Нигра в России ставится впервые. Над спектаклем работает московский режиссер Игорь Селин в Творческом Союзе с народной артисткой Карелии Еленой Бычковой и петербургской актрисой театра и кино Валентиной Паниной. В центре постановки стареющие киноактрисы, потускневшие голливудские звезды. Рут и Милфред искренне ненавидят друг друга и в то же время не могут друг без друга жить. Когда ты снимаешься в роли какой-то светской дамы, в это трудно поверить, потому что ты пошли, 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 пошли. Судьба дает им шанс в последний раз блеснуть на экране, сыграть двух сестер в голливудском триллере. Рут и Милфред свой шанс не упускают. Ты, Энни, побитая жизнью психопата, я, Ванни, моя твоя противоположность. Несмотря на обилие черного юмора, иронии и сниженной лексики, автор пьесы вполне серьезно и откровенно говорит со зрителем о самых насущных духовных проблемах современного человека. Как рассказал режиссер, в этом он полностью солидарен с драматургом. Акцент был сделан на человеческих судьбах, на судьбах двух людей, двух выброшенных системой людей, которые пытаются найти себя в этом сложном мире, найти, ответить на какие-то вопросы, которые они ставят перед собой. И это такой вот долгий путь к себе на самом деле. Гаргон и современный спектакль со сложным светом, необычными спецэффектами, видеотрансляцией и мультимедийными проекциями. Как стало известно на днях, провинциальному театру не удалось безупречно воплотить в жизнь высокотехнологические замыслы именитого режиссера-экспериментатора. Именно по этой причине премьеру, запланированную на 9 октября, пришлось перенести на ноябрь. За это время театр должен решить технические проблемы, которые могли бы подпортить впечатление зрителей от первой российской постановки «Дона Нигра». Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+.